Об акузативе и как с помощью акузатива могут образовываться акузатива в единственном числе, в среднем роде, или не в среднем, да, в акузативе в единственном числе могут образовываться наречия. Вот пурвам здесь, конечно, имеется в виду, да, криявище, да, в наречии, да, так что перед этим, да, таким образом путешествие следует совершать вот именно так, что, таким образом, что перед этим ранее пурвам была молитва, творилась молитва. Прартхана, какая молитва, или к избранному, адресованная избранному или излюбленному, ишта, божеству. Избранному божеству, здесь можно, здесь, наверное, более правильно было бы к избранному и ровно-ровно под ним божеству вот немножечко передвинуть, потому что это избранный, излюбленный бог, это определение, которое вот оно, ишта, дейвата, в данном случае, в такой комбинации, это будет кармадаре. Да, и почему, для чего, или ради чего, ради предотвращения, опять же, вспоминаем, но, может быть, нам следует со временем повторить основные, хотя бы самые-самые основные функции всех падежей заново, потому что не все из вас были летом, когда мы занимались, и тогда мы все падежи так как-то вот и не прошли. Ну, все это можно будет опять повторить со временем, повторять со временем. Да, датив ради чего, с целью чего, невараная, ради или с целью предотвращения, предотвращение чего, препятствий, каких препятствий, всех, да, всех препятствий, всех целиком препятствий, или сакалавикна, сакаланам викнанам невараная, можно было бы это как, да, или сакалавикнанам невараная, ради предотвращения всех препятствий, тогда это будет татпуруша. Да, а сакалавикна – это сакаласча, те вигна, вигнаасча, да, это будет тогда кармадхара, вот в этой комбинации. Да, то есть мы об этом, наверное, еще будем говорить. Понятно, что при разделении, помните наш образ при нарезании тортика, да, мы, конечно, каждый композит, он должен, из скольких бы элементов он не состоял, он должен, условно, за исключением, конечно, два нвы, он должен распасться или составить две части, да, вот мы говорим, левая часть, правая часть, левая – это первая, условно говоря, правая – это вторая часть, вот. Вот, ну, и между каждыми элементами тоже могут быть взаимоотношения, как между композитами, да, правда, не во всех случаях, да, не во всех случаях, там, где это семантически возможно. Так, всех препятствий, ради предотвращения всех препятствий или ради упразднения или ликвидации всех препятствий. Хорошо, это вот что касается этого, данного комментария к этой строфе, я думаю, вот так, ну, с той, с маленькой поправочкой, что, чтобы там, ради, надо будет, да, отодвинуться потом, о чем я говорил. Да, что касается композитов и их форму анализа, действительно, они все, вот, да, они, я как-то это множество пропускал, множество раз через ум, они все даны в нашем конспекте. Ну, понятно, там, большая часть взята примеров либо из, вот, из худастей сансктуры, на где-то, либо из драматики Кали, либо также из, вот это вот, сама сачака, из этого маленького трактатика санскетского, ну, даже не трактата, а также санскетский конспект. Да, все это, конечно, в идеале можно было бы какими-то заменить даже не столько своими выдуманными композитами. Вот я здесь взял несколько таких композитов, просто решил продемонстрировать, собственно говоря, на примере Тапуруши. Здесь, может быть, стоит включить в пособие такую тоже, не фразу, а вот это разделение, что типа композитов по типу их анализа, или, может быть, типа композита по возможности их анализа. Типа по типу анализа. Возможности тоже вводят в сторону. Типа композита по структуре их анализа. Или группа композитов. Разновидности композитов. Разновидности композитов по типу их анализа. По-моему, так понятно. Разновидности композитов по типу анализа. Устно, я об этом говорил не один раз, но вот, наверное, стоит это включить, «Свападавиграха» и «Асвападавиграха», об этом говорится. Вообще, те из вас, которые чувствуют, что доросли, я думаю, что для начинающих это, конечно, сложноватая книга еще, потому что здесь не только о композитах, но и о многих-многих явлениях комментаторского стиля. Но при этом следует помнить, что Таб и Эмири Брус, они, конечно, руководствуются, будучи специалистами именно по поэтологическим комментариям, именно комментариями поэтических произведений. Да, ну, а комментарии бывают философские, они частично, в общем-то, даже они формальные комментарии, но на самом деле это целые трактаты, как, например, вот трактаты по Ньяе. Ньяе Чатаргрантика представляет из себя Ньяе Бхашья, как бы это комментарии на Ньяе, не на, это уже, по-моему, дурацкая переводная конструкция, комментарии чего, да, комментарии Ньяе Сутр, потом комментарии этого трактата, это Ньяе Вартика Удьо Токаре, и дальше идет Татпарья Ньяе Вартика Татпарья Тика Вачас Патэмише, и дальше уже на комментарии трактата Вачас Патэмише идет Удайя Наачара Татпарья Паришуддея. То есть, комментарий к комментарию к комментарию. Ну и вот свапада вибраха, самаса. То есть, что такое свапада вибраха? Анализ осуществляется с использованием только тех слов, которые присутствуют в композите в виде основ. Никаких иных слов и выражений не используется. То есть, берутся основы, к ним добавляются. Окончания падежные. Ну, формула, правда, допустим, кармадхары, да, крышнаща, асау, спаршасча. Все-таки крышнаща, асау, сарпасча. Ну вот, да, единственное, что указательное местоимение добавляется. Но это все равно считается свапада вибраха. Вот, и мы можем вот начать. Собственно, это не то, чтобы начать, мы уже об этом говорили. Все последние несколько занятий. Татпуруша, например. И типы, типы вот этой вот вибрахи, они зависят от того, какого типа татпуруша. То есть, вот это татпуруша с аппозативом, да. Допустим, татпуруша, татпуруша, татпуруша и так далее. Как, например, нагара агатаха. Пуруша. Нагарам агатаха. Пуруша. То есть, ну, пуруша мы здесь можем просто добавить, или нарах, или джана, или кто угодно. Да, дэвидаттага. Некто, да, некий человек или кто угодно, который агатаха пришел нагарам в город. Если бы была, допустим, мы для города использовали слово женского рода, нагари здесь, да. Потому что с нагарам такая вот получается, можно сказать, на первый взгляд, амбивалентность. Нагарам слово и в аккузативе, и в номинативе звучит одинаково, поскольку, поскольку напунсака жабдага, да, поскольку слово среднего рода, да, поэтому нагарам тиштаты и нагарам прати гатчама. Вот, ну, можно было бы нагарий, да, нагарий, а тогда был бы нагарий агатах, был бы нагарий агатах. Пурушах или дэвидаттага. Тогда нагарим агатаха, кто-то там, Пурушах, да, некий человек, пришедший в город. Дживана дуккам, это дживанам дуккам, страдание. И здесь, конечно, вот я предвижу для более, ну, для тех, которые более, может быть, начинающие среди вас, потому что надо понимать, что означает, вот, опять же, некоторые функции композитов, аккузатив, для, когда, допустим, динам или масам, используется с некими единицами времени, означает вот все это время. То есть динам или дживанам, то есть всю жизнь длящиеся страдания. Или, например, да, там, динадуккам, страдание длящиеся весь день. Ну, какой-нибудь там. Кто-то поранился и страдает весь день. Да, как видите, это не совсем однозначно ясно, потому что тут, да, видите, даже Татпуруша, казалось бы, Татпуруша, но она уже содержит в себя элементы необходимых, она содержит, вернее, она предполагает, да, даже анализ Татпуруша предполагает знание санскритского синтексиса. То есть, иными словами, еще раз, для подтверждения вот моего изначального тезиса, композиты находятся на пересечении, вот в грамматике, да, где находятся композиты, конечно, не с точки зрения индийской грамматической традиции, а вот с точки зрения, так сказать, нашего наблюдения извне этой традиции, на пересечении морфологии и синтексиса, потому что, ну, в европейской традиции морфология и синтексис обычно рассматриваются как два различающихся раздела. Дальше, третия инструменталис, хадгаюдхан, допустим, хадгейна или хадгай юдхан, бой посредством, с помощью меча или мечей, хадгай. Парашу хатага, некто является парашу хатага, убитый, некто убит парашуна, топору. Сура матага, как Сураямата, опьяненный, чем вино. Так, датив. Брахманах пранамаха. Ну, обычно, скажем, такого типа, традиционные комментаторы скорее скажут, что это Брахманая пранамаха, поклон Брахману. Ну, чисто теоретически мы бы могли и, возможно, может, какой-то контекст, возможно, найти, где это будет Брахманасе пранамаха. Допустим, поклон Брахмана, кого? Ну, допустим, Магейшвара. Магейшвара, к примеру. Потому что Магейшвара стоит явно выше Брахмана, поэтому Брахман обязан ему пранам делать. Вот пример, когда для наглядности можно, допустим, вот это Путрауданах, опять же, Прошлиштасанди или Кшайпра. Да, Прошлиштасанди. Как Путрауданах можно записать через дефис. Путраяуданах, каша для сына, к примеру. И облатив в Рикшапатитах. Ну, некто в мужском роде. В Рикшапатитах, упавшие с дерева. Тут, опять же, давайте вспомним, что помните, в чем отличие Багувриги формальные, в чем могут заключаться. Очень важные для, так сказать, для того, чтобы мы высказали, как вот сразу же, не потяже, это у нас перед нами Багувриги или Татпуруша. Потому что Татпуруша может быть тоже прилагательным. И Багувриги тоже прилагательные. Да, но если у нас справа, крайне правым элементом является так называемый ППП, то это значит, ну, скажем, 90-процентная или 95-процентная гарантия, что композит будет от Пурушей, ну, или более специфический, может быть, Кармадгарой, но не Багувриги. За исключением тех случаев Багувриги, которые вот предусмотрены правилом Ахитакни. Ну, об этом тоже в нашем конспекте сказано. Ну, и это уже на уровне, ну, знания уже, нюансов по неневской грамматике. Да. А, допустим, да, ну, это может быть в другой раз, вот можно будет так вот поиграться, как примерно, как с тигром, убившим слона. Это в конце, смотрите, в конце нашего композита, мы об этом вот не повторяли еще раз, но можно будет, кстати, повторить. Вот, в Рыкша-Патитах, это однозначно упавший с дерева, да, а, допустим, Патита-Врыкшага, а если перед нами был вот-вот, Патита-Врыкшага, ну, Патита-Врыкшаг, это бы, скорее всего, можно было, я сейчас так спонтанно пытаюсь что-то придумать, Патита-Врыкшаг, это некто, который вот Патита-Врыкшага, то есть Патита у нас слева стоит, левой частью. Это значит, должен быть какой-то композит Бахуврия. Так, что может обозначать Патита-Врыкшага? Это тот... Лес, в котором упало дерево. Как, еще раз? Лес, в котором упало дерево, или падают деревья. Патита-Врыкшага, это лес. Только Патита-Врыкшага, нет, лес ясмин, да, да, например, Патита-Врыкшага, совершенно верно, замечательно. Патита-Врыкшага, Патита-Врыкшага, Ванам. Патита-Врыкшага, Ванам. Вот, смотрите, заодно повторим, формальные признаки боговриги. Слово врыкшага, какого? Вот само по себе, лексема врыкшага, и врыкшага сама по себе имеет мужской род. Да, у нас, здесь у нас Патита-Врыкшага, то есть это однозначно, значит, боговриги, да, изменение рода. Это первый признак, изменение рода. Мы об этом уже говорили, но вот повторимся еще раз, да, Патита-ППП слева. Слева. Это второй признак боговриги. Слева с какой стороны? Врыкша справа, да, врыкшам, и вот у врыкшага меняется род. Патита-Врыкшам-Ванам. Почему? Потому что Ванам, которому то, вот внешнее слово, Анне-Падам, к которому боговриги всегда должен быть привязан композит к некоему внешнему, ему внешнему слову, без которого полное значение, как говорят грамматики, композита не может быть осознанным. и вот это Ванам, да, давайте вот сделаем Патита-Врыкшам-Ванам, как делает санскритский комментатор. Он делает Патита-Патита-Патита-Ха. Врык. Или может быть Патита-Врыкшага. Врыкшага. Ясмин. Ясмин. Тад. Ванам. Да, это Патита-Врыкшага. Ясмин. Тад. Тадхуктам. Ванам. То есть это лес, в котором, вот этот, это есть лес, Тад-Ванам. Ясмин. В котором, врыкшага, деревья, Патита-Ха. Упали. Ну, какой-то вот лес. Ну, вот в продолжение Хата-Двипина, я предлагаю вот это в сноске добавить здесь в дальнейшем. Пусть живет. Вот эти антипримеры. Ну, я бы их не назвал, может быть, это не антипримеры, а скорее альтернативы. Это как возможности интерпретации. Да, альтернативы. Просто иначе, вот в всех книгах так все красиво, как будто бы всегда есть только один вариант в грамматике. Да, да, да. Ну, тут нам на помощь приходят, я бы сказал, да, во-первых, вот эти вот признаки, да, Баховри, изменение рода, ППП слева, это вот четкие, формальные, ну, скажем, вот изменение рода, это однозначный признак грамматического рода. То, что ППП слева, ну, скажем, вероятность 95%, потому что есть исключения. Ну, интересно, что если есть комментарии хорошие, то обычно комментаторы такие вот, это вот, архитагни, они всегда упоминают об этой Паниниевской сутре. А если бы мы захотели, извините, сказать, человек, на которого упало дерево, мы могли бы сконструировать Баховри? Человек, на которого упало дерево. То есть это некий, да, это нарах, нарах, да, как бы можно было, это нара врыкш, человек, на которого. Нет, мы могли бы сказать так же, что это патита, патита врыкшага, нараха. Патита врыкшага, да, нараха, значит, дерево, да, на упало на человека. Упало на человека. Я бы сказал, что здесь, да, это, скорее всего, будет какой-то конструкция аналитическая передана. Это, вот, патита врыкшага, нараха, это, как можно понять, если нараха, патита врыкшага, нараха, это человек, для которого, скажем, для которого все деревья валятся. Нет, тут мы вспоминаем, тут мы вспоминаем, какие должны быть большинство оба врыкшага, они должны быть оппозиционны, они должны оппозицию, грамматическую оппозицию, внутри, внутри, вот эта патита врыкшага, должна быть, вот патита, именно врыкшага, то есть должна быть кармадхарая внутри, за исключением вот двух случаев, когда в Янтикаранабаху, в Риге, как в случае Чандра, как в случае Шивы, Вишну, который Чандра Шейкхара, или который Чандра, да, Чандрам Шейкхаре, ой, это Рудра, да, Рудра, Рудра, да, Шейкхаре, которого на макушке, у которого Чандра, да, то есть, месяц, или, значит, кто у нас, да, Канты, Чандра Канты, допустим, Рама, да, это Рама, Канты которого, красота которого, Чандра Сья, Канты, Ива, Канты, да, подобно красоте Луны, вот тогда будет генетив со сравнением в левой части композита, но это вот эти два, два типа Виады Карана Бахури, о них всегда надо помнить, если когда Сама Нады Карана, не получается. Ну и очень редко, конечно, бывает вот, пару примеров есть, пару примеров в нашем, опять же, композите, это нерегулярные, да, исключение Бахури, которые придумал вот некий поэт, и которые вот все-таки они Бахури, хотя, ну, там уже мнение грамматиков расходится, почему так все-таки можно, да, Апатрито Врик, да, человек, на который, человек, ну, допустим, да, как можно сказать, на которого упало дерево, я бы сказал, это человек, поваленное дерево, это, это Врик, это Нара, да, это, это Врикша, это было бы что-то подобие Врикша, Патитах, Нара, это человек Патита, поваленное дерево, человек, поваленное дерево, а насчет человека, на которого упало дерево, ясмин, это Нара, ясмин Врикшага Патитаха, ясмин, для которого, ясья, у которого упало дерево, на которого, да, я вот, надо подумать, а что тут не такое, чтобы совершенно однозначно было бы правильно. Я подумаю, может быть, в следующий раз, если не буду, попробую ответить на этот вопрос. Человек, на которого упало дерево. Потому что человек, поваленный деревом, это все-таки немножечко другая идея. Человек, на которого. Это, видимо, с каким-то предлогом будет. Я сейчас туплю, не могу так сходу перевести, чтобы это был не искусственный какой-то перевод, а с санскритской хорошей идиоматикой. Я подумал, может, что-нибудь придумаю. Ракша сабгаям, тоже здесь надо знать, что страх есть. Пани не кодифицировал, страх перед демонами или чудовищами, ракшасами, как угодно. Я знаю в некоторых идиосинкразии на слово «демон», что якобы это слишком уж из западной религиозной традиции, конечно, ерунда, потому что демоны даймонионы были и у древних греков. И демоны, кстати говоря, и в христианской традиции, они же представлялись в средние века, вполне, так сказать, каким-то подобием ракшасов. То есть это были как бы люди представляли как вполне-вполне каких-то тоже чудовищных персонажей, обладающих телом. Это не бестелесные сущности отнюдь. Да, поэтому я считаю, что это так сказать на полях, такое примечание или сносочки, что перевод у ракшасов демонами, он вполне-вполне может быть уместным. Потому что типологически, может быть, это похожие некие существа, вредоносные живые существа, которые где-то вдали от людей живут и досаждают хорошим людям, например, лесным отшельникам. Хорошо, значит, генетив «раджа мантринага» – это «раджняга мантринага», «министра царя», «дэйшан и васинага», «дэйшасен и васинага» – жители страны. Ну и локатив «митраснеиха». Скажем, можно понять, это либо как «митраснеиха» – привязанность к другу. «Снеиха» или «снеиха» – это, опять же, нужно знать, эти особенности санскритского синтаксиса конструируются с локативом. Но возможно понять, что «митраснеиха» – это «метрасся снега» или «метранам снега» – привязанность друга, ну, не знаю, кому-то там, да, или привязанность друзей, может быть, взаимная, «метранам снега» или там «метраёгу снега» – «друг друзей друг к другу». Как видите, композиты иногда, ну, вне контекста, они… их можно интерпретировать по-разному, но определяющим является контекст. То есть, без контекста, вот, может быть, совсем вне контекста, я помню, у нас уже полгода и даже больше, почти год назад, ну, как раз в начале нашего курса, в январе, через месяц будет уже, как год, как мы начали наш семинар. Конечно, вне контекста конкретного, вот, некоторые композиты могут интерпретироваться, иногда даже очень по-разному, а контекст его расставляют на свои места. Как правило, в значительной мере. Да, или джагад дживанам, джагад и дживанам – «жизнь в мире». Ну, кармадхары, опять же, это я здесь понял, что перечислять это все, все это есть. Все эти основные формулы, анализы есть в нашем конспекте. Кришна сарпаха, как Кришна с ча, асал сарпаха с ча. А вот этот вот асал или адас чаще всего используется для анализа именно кармадхары. Она и черная, и она одновременно и змея. Ну, а из практики мы знаем так специфическое значение, что это именно кобра, а не всякая черная змея. Хорошо, здесь я написал такое слово назидание, что просьба регулярно перечитывать наш композит, выделив его красным. И под конец просто еще один пример. Вчера я с одной ученицей читал, с одной частной ученицей. Тоже читаю, правда, третью аканду Ромаяны, тоже так очень подробно. Вот такая вот 3, 6, 15. Такая шлока. Субтитры создавал DimaTorzok